Итак, Россия не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев журналистом на брифинге после заседания глав правительств Евразийского экономического совета. Причина – попытка киевскими властями провести теракты в Крыму. В отношении разрыва дипломатических отношений, ну, вы знаете, в истории всякое бывало. Я напомню, что у нас после известных событий оказались разорванными отношения с Грузией. Да и в других случаях происходили разные события. Я бы не хотел, наверное, чтобы это так завершалось, но если другого варианта влияния на ситуацию не останется, ну, президент такое решение, наверное, может принять. Медведев назвал попытку диверсии в Крыму преступлением против России людей, живущих на полуострове. Он напомнил, что расследование этого дела уже идет. Вот организаторы и лица, причастные к предполагаемой диверсии, должны понести уголовную ответственность, подчеркнул он. О задержании в Крыму диверсионной группы, готовившей теракты, ФСБ заявило 10 августа. Мишенями заброшенных в Крым диверсантов могли стать критически важные элементы инфраструктуры полуострова, а также военные объекты. Украинская сторона обвинения в свой адрес отвергает. Сейчас в Киеве нет российского посла. Украинские власти не утвердили кандидатуру Михаила Бабича. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что Москва по-прежнему предлагает назначить посла. Но если Киев готов понизить уровень дипотношений, то это его выбор. Вообще, на практике разрыв дипотношений будет означать, что отзываются послы, которых получается и так нет. А государства начинают взаимодействовать на других уровнях. В мире есть государства, которые еще пока не установили между собой дипотношений, или просто не имеют их, однако они контактируют друг с другом. Например, Израиль и Иран, которые не поддерживают дипотношения, но тем не менее как-то общаются. Уже два года в Москве нет украинского посла. В теории, после прекращения дипотношений, посольство Украины в столице будет вовсе закрыто, как и наше посольство в Киеве, а их работники соответственно отозваны. Однако есть международные положения, когда можно договориться с третьим государством о представлении интересов страны, тогда в посольстве какой-нибудь страны в Москве откроется секция незалежной, куда смогут обращаться граждане. И, соответственно, в посольстве какой-нибудь страны в Киеве может быть открыта секция интересов. При желании обе страны могут сохранить консульские отношения, каждое государство должно дополнительно решать этот вопрос. Если Россия пожелает, она сможет разорвать консульские отношения, но это не означает, что люди останутся без консульской помощи вообще. По международным нормам существуют процедуры по определению государства, которое от имени России будет решать вопросы защиты наших граждан на территории Украины. Так, например, после разрыва дипотношений между Грузией и Россией, интересы к грузин представляет ведомство Швейцарии, например. Минские соглашения – важный пункт. Они закреплены резолюцией Совета безопасности ООН и обязательны для выполнения Украины и России. В теории разрыв дипотношений приводит к прекращению политического диалога между странами, но это не означает, что дальнейшие переговоры по Донбассу в Минске прекратятся. Кстати, граждан, проживающих в России, напрямую решение это не коснется. Это лишь политические акты, регламентирующие отношения двух государств. И, конечно, какие отношения развивать и какие договоры расторгнуть, стороны решают индивидуально. Это вопрос, опять же, политической воли. Прекращение дипотношений не аннулирует ни одного двустороннего договора, если оно все-таки случится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова